Счастливые люди вообще не пишут, не видят кошмар без связанных снов, и рывиста часто-часто не дышат. Счастливые люди не смотрят в окно, не радуют в них, в присутствии млеклой. Счастливым вообще-то совсем всё равно, они ощущают бездрев вселенной. Счастливые люди не пьют коньяков, мартинии, ликёры и прочие пойла. Счастливые люди не слышат тех слов, где каждая буква пропитана болью. Счастливые люди не плачут в кино, счастливые люди не ищут глаза. Счастливым вообще-то совсем всё равно, счастливые люди, кто мы с вами. Ни одной светлой мысли, одна несусветная плашь, меня в голове, и полгода нет новостей. Я, конечно, чего-то такого от жизни ждала же, что неясно, кто кого сломает скорее. Я не в сказке, не в фильме, и не в игре в домино. И не нужно кричать, если можно, просто уйти. Только если всё же надумаешь, детка, бежать, у тебя будет только два варианта пути. Полгода нет весточки даже здравых идей. Всё, что есть у меня в голове — реактивный психоз. Я неделями не читаю чужих новостей. Ну а музыку можно слушать долго, до слёз. Здравый смысл уснул, отказался меня убеждать. Альтер-эго решила смолчать и нарваться в носу. Я не знаю, сколько ещё остаётся ждать, но весна уже скоро. Я чувствую, очень скоро. Незнаком мне острый адреналиновый вкус. Жажда смерти не ищет меня на мостах и в параулках. Изредка мы выходим с ним на прогулку. Я не мой реактивный психоз. Можно жить предельно спокойно, суету оставив другим, опасаясь напиться болью, обходя миллионы длин. Можно бросить ямбы, хорей, амфибрахием до этот пор. А на песту, петлю на шею, тактик примет кистрел в упор. Можно выгнуть из дома музу, пусть идёт по свету с котомкой. И представить её несложно босанугой и простой девчонкой. Можно жить предельно спокойно, стопкой книг, коротая век. Разогнав души свои вихри и надеяться на успех. Только ночью уснуть будет сложно, рифмы толпают в голове. И, наверное, невозможно изменить и другими себе. И уж если твоё призвание по ночам поэмы слагать, то отречься всего уже наказание, словно в них перестанешь дышать. Это мой любимый. Я даже сделала такую маленькую аннотацию. Это мой любимый, я его написала где-то в 2008 году ещё, но свет его не видел. Что такое? Ночь — это сонный больной человек, ночь — это милые умницы. Ночь — это свет укасающих фар, тающих при полнолунии. Ночь — это звёздный последний пожар, видеть, что люди задумали. Ночь — это мысли, бегущие прочь. Ночь — это стихие звуки. Ночь — это чья-то распятая дочь. Ночь — это дань разлуки. Ночь — это призыв, чтобы пункт поднять, Чтобы затихвись в воздух. Ночь — это шанс других целовать, когда своим уже поздно. Ночь — это крики усталой души. Ночь — это новые строчки. Ночь — это каждый, кто жить спешит. Ночь — это точка к точке. Тёмное метро заглатывает вместе с тенью. Песни и мечты становятся пустым хотеньем. Чёрная луна в ближалостном не режет окна. Стёкла, как в тумане, руки от волнения мокрые. Все мечты в разброс, каждый свой рассвет на крыше. Я тебя зову, но только ты меня не слышишь. Я тебя смотрю, словно ты кино вчерашнее. Счастье, где же ты? И когда уйдёшь, не страшно. Все слова просты, ритмы все примерно списаны. С небом никогда мне не отменяться мысли. Странное метро и вагоны тёмно-силей. Люди ходят мимо, равнодушные слишком сильные. Телефон молчит, а приёмник надрывается. Если свет включить, эта жизнь не всем понравится. Лучше, как в метро, чтобы покушать лишь тень и сумерки. Чтобы не кричать, чтобы люди меньше думают. Дай мне флайер на скидку с билетом в один конец. Будто рад, ай, или рад. Ай, или ад. Будь то ад, или рад, уже не имеет значения. Ведь ни то, ни другое, в общем-то, не перевес. А душа моя слишком падкая на приключение. Покажи мне руины, что были когда-то страной. Расскажи, где теперь засыпают, как в таком крушении. Отчего, несомненно, меньше телодвижений. Ах, ну да, я же знаю. Блогер, пароль. Регистрируй меня на всех сайтах потерянных душ. Если нету таких, не волнуйся, мы можем придумать. Ты не хочешь? И ладно, но кто и мог бы подумать, что луна оставляет изгибы на зеркале луж. Ты большой, ты герой. Ты мудрее, ровнее, чище. Только, боже, если ты снова меня не услышишь, значит, что-то, наверное, все же не так со мной. Спасибо.